Итак, всем привет! Вы решили сделать теплый пол своими руками? Или просто хотите понимать, что мастер вам говорит, чтобы как-то контролировать его работу? В этом видео мы об этом и поговорим. Первое, на что нужно обратить внимание, это основание пола. Желательно, чтобы была черновая стяжка достаточно ровная. Но если такого нет, а очень часто такого нет, то выходить из этого приходится путем подцепания немножко песочка под утеплитель, чтобы он не играл. Потому что если утеплитель оставит под собой пустоту, то получается, что на него ляжет... Сначала это не будет видно там заметно. На него ляжет стяжка, однажды все равно утеплитель промнется, стяжка под ним треснет, плитка отскочит. Вот, кому это нужно? И подниматься уже нет никакой возможности, потому что дверные проемы этого не позволяют. Первая ошибка в том, что дверные проемы заложены уже сразу меньше, чем, допустим, необходимо для того, чтобы сделать качественное, хорошее утепление пирога теплого пола. Второе – это качественное утепление. Утеплять нужно пенополистиролом. Минимальное утепление на первый этаж составляет 50 мм. То есть, в некоторых проектах, в принципе, учтено, что до 100 мм, если просто плита, если она не утеплена, если нету там цокольного этажа, то минимальное допустимое утепление – это 50 мм. Если, опять же, не позволяют дверные проемы, то есть они изначально не были заложены под теплый пол, то тогда получается, что выйти из ситуации, возможно, уменьшив толщину пенополистирола до 30 мм. Меньше уменьшать уже, в принципе, и смысла нет. Третья ошибка – это когда за место пенополистирола устилают фольгизированный полиэтилен. Это такая вот мягкая подложка, очень часто бывает с фольгой и разметочкой. Она сама по себе достаточно слабый утеплитель. Она хорошо играет только вместе, в совокупности с пенополистиролом. Ну, и она, конечно, помогает направлять трубы, потому что там разметочка есть, это очень удобно для мастера, тот, кто монтирует. Но сама по себе вот тогда ее просто укладывают на бетонный пол и потом монтируют на сетку трубы теплого пола, думая, что это будет хорошее качественное утепление – это заблуждение. Четвертая ошибка – это когда теплые полы, как вот по старинке, ну, хотя и сейчас так встречается, устанавливают напрямую к котлу или напрямую к подаче и обратке от батареи. Будь то однотрубная система или двухтрубная, в принципе, не имеют особого значения, но очень часто подключают, минуя смесительный узел. Смесительный узел крайне необходим для теплого пола, потому что по снипам теплый пол должен быть от 36 до 40 градусов. В принципе, современные смесительные узлы способны запустить сюда, как вот говорит нам термоголовка, до 60 градусов. И то этого больше, чем достаточно для теплого пола, потому что если подключать теплый пол напрямую, то это будет уже горячий теплый пол. Это будет горячий пол, в котором экономичности не будет никогда. То есть это, мне кажется, одна из самых основных ошибок подключать без смесительного узла. Сейчас, конечно, полно разных разновидностей таких узлов, есть и достаточно недорогие, поэтому не скупитесь. Все-таки теплый пол, он должен быть экономичный, должен сберегать потом в дальнейшем. Вначале потратится какой-то бюджет на его монтаж, а дальше он себя окупит и будет работать уже на владельца за счет своей экономичности. Еще одна ошибка – это использование коллектора, особенно вот когда больше трех. Ну, до трех, в принципе, позволительное, когда они используют расходомеры. Что такое расходомер? Он указывает, сколько литров в минуту проходит сейчас через конкретную петлю. То есть получается, что петли могут быть не совсем уж идеально вымеренные. Хотя я всегда советую, ведь сейчас трубы, они продаются в бухтах по 200 метров. Целесообразно разделить ее на три части, потому что производитель говорит, делайте петлю не больше 90 метров, я говорю не больше 80. Но сам делю на три части, чтобы было меньше огрызков, потому что каждый клочок трубы один метр стоит, в принципе, 40, 50 и даже 70 рублей. Поэтому каждый клочок, он стоит какую-то денежку. И чтобы этих клочков было меньше выброшено, целесообразно разделить на 200 метров на три части. Получается по 65, по 68 метров. Путем такого грамотного разделения они, получается, более равномерно отдают прогрев. То есть в самих расходомерах уже как бы теряется смысл. Но иногда бывает, что часть комнаты, вот как вот здесь, в ванной комнате, здесь вот в ванной комнате специально я сделал шаг меньше, мы об этом еще поговорим, только для того, чтобы отрезок трубы был 52 метра. Конечно, там, где было 67 и теперь 52, разница есть, она ощутима. Теплоноситель сюда пойдет, ну, как всегда, по пути наименьшего сопротивления, он пойдет сюда быстрее. Именно поэтому я постарался сделать трубу длиннее, саму петлю, за счет того, что уменьшил шаг. Следующая ошибка – это выбор, ну, не совсем подходящей трубы. Так как для теплого пола я, в принципе, использую только ПЕКС-трубу, потому что она выдерживает нагрузки там до 95 градусов, 8 бар, и она с кислородозащитным слоем. Многие, как бы, до сих пор говорят, что кислородозащитный слой совсем и не нужен. В низкотемпературном отоплении кислород не поступает в трубу. На самом деле, это не совсем так. Кислород действительно поступает, и поэтому целесообразно использовать именно с обозначением ЭВО, то есть кислородозащитный слой. Иногда его так и пишут Oxygen Barrier. Это немножко, конечно, удорожает саму трубу, она стоит подороже, но в будущем сэкономит деньги на замене теплообменника, потому что в основном будет страдать он. Кислород поступает, идет какой-то процесс коррозии, ну и, соответственно, забивает теплообменник. Либо его чистить, либо полностью менять. Уже не знаю, какая по счету следующая ошибка, это уже касается самого монтажа. Вот я придерживаюсь того, что делаю шаг 150 миллиметров. 150 миллиметров достаточный для того, чтобы не было зебры, такой вот ощутимого эффекта зебры, когда здесь кажется горячо, тепленько, здесь уже прохладненько, здесь снова тепленько, здесь уже прохладненько, потому что труба равномерно распределяет тепло где-то на 8-10 сантиметров во все стороны. Вверх, вниз и в стороны. Влево, вправо. То есть, получается, мы отсекли утеплителем ту часть тепла, чтобы не забирало основание, то есть, или бетонная плита, или какое-то монолитное перекрытие, или, может быть, там фундамент, и направили его вверх. Шаг я делаю 150 миллиметров, потому что это идеальный шаг для того, чтобы не было эффекта зебры, но, в принципе, все проектировщики, когда вот рассчитывают теплопотери здания, закладывают шаг 200. Вот 200, да, вот в нашей зоне, в принципе, почти во всех хорошо утепленных домах этого достаточно. Но, если вы немного не уверены и хотите немножко, чтобы был запас, берите шаг 150. Кстати, можно даже шаг 100 брать именно вот по зонам холодных стен и там, где большая площадь остекления. Потому что вот здесь, как вы видите, на первом этаже мы вообще отказались от радиаторов и, соответственно, здесь будет полностью вот отопление теплым водяным полом. Еще одно заблуждение, что теплого водяного пола не хватает и нужно обязательно ставить радиаторы. Здесь и да, и нет, потому что если стены вашего дома хорошо утеплены, вы используете хороший качественный стеклопакет и крыша, в принципе, утеплена, то теплого водяного пола будет достаточно для того, чтобы прогреть помещение и чувствовать себя комфортно. Следующий нюанс, это может быть даже не то, что ошибка, просто в принципе, этого нужно знать. Это использование вот такой вот пленки. Я ее использую за место подложки. Многие, конечно, могут использовать подложку, но это как бы не будет плохо. Подложка даже, возможно, лучше, а вместе с пенополистиролом она сыграет хорошую роль в утеплении и в гидроизоляции основное, потому что пленка, которую мы здесь используем, она также играет отличную роль свою. Гидроизолирует от стяжки, которая будет. То есть, в любом случае, сам пенополистирол, он идет с пазиками, он соединяется стык в стык, но он никогда не соединится так, чтобы быть без шва. Вот как вот здесь. Шов, он все равно есть. Где-то немножко разошлось, где-то какой-то перепад. Именно поэтому, если вот эту часть не загидроизолировать пленочкой, то когда мы будем заливать стяжку, раствор попадет внутрь, здесь вот он замонолитится, и, конечно, при нагреве стяжка будет увеличиваться, расширяться, и, возможно, какие-то подвижки само пенополистирола. Мне даже говорили, когда использовали такой вот хрустящий, очень хрустящий пенополистирол, не буду говорить, какой марки, желтенького цвета, то ночью было слышно, как пол остывает и вот скрипы, скрипы самого пенополистирола. Ну, ночью слышно все, даже как мышка пробежала, поэтому склонен, ну, согласиться, склонен поверить этому. Следующий нюанс, скажем так, или ошибка, это когда вот эту хорошую трубу, в принципе, сшитый полиэтилен, пережимаем, то есть ее вот таким фаланговым методом очень хорошо, особенно если в помещении тепло, она хорошо мнется. Нужно не пожалеть время, и на таких вот поворотах, особенно когда мы идем улиткой, а улитка это лучшее, только потому, что она равномерно распределяет все тепло, так как идет в перемешку подача-обратка, подача-обратка, то есть равномерное распределение тепла здесь гарантировано, нежели использование змейки, когда мы идем сначала подачей, а потом уже вот ближе к середине комнаты возвращаемся назад, на обратку. Самый горячий теплоноситель у нас возле какой-то стены, где мы, в принципе, не наступаем, а посередине комнаты у нас уже более прохладный, и его никогда не выровняешь. И тут же, получается, пошла вторая петля, скажем, разделяю комнату пополам, и она снова сверхгорячая. И вот этот перепад, он будет всегда ощутим, когда вы будете бегать босиком. И, к сожалению, его уже никак не исправить. Трубу, когда мы проходим вот последней петлей в улиточке, она бывает доходит до 100 миллиметров. И пережать ее, ну, просто как на раз-два. То есть вот жмешь-жмешь-жмешь-жмешь-жмешь, и вроде кажется, уже все хорошо, и вдруг хлоп, перегиб. На это тоже нужно обращать внимание. Конечно, сшитый полиэтилен, в отличие от металлопласта, позволяет, то есть, выпрямить ее обратно, да, вот немножечко нужно будет нагреть, и она тем самым восстановит свои свойства, и ничего страшного не будет. А вот металлопласт, если вы все-таки будете делать им, если его вот так вот пережать, то получается, что либо здесь уже ремонтная муфта, что нецелесообразно, и от этого надо отходить, либо полностью перестилать всю петлю. Еще одно заблуждение, что если даже бывает такое, когда устанавливают в основном унитаз, или какую-то сантехнику, или просто вот кто-то сверлил, потому что делали перегородку, или еще что-то, и пробили трубу теплого пола, что нужно будет всю стяжку сбивать, всю трубу заново перекладывать, и делать все работы заново. Это заблуждение, потому что сейчас, возможно, раньше так было, и было, в принципе, с металлопласт. Сшитый полиэтилен позволяет снять плитку, выбить стяжку в том месте, где как раз идет сырость, потому что давление это упадет сразу. И там, где сверлили, в принципе, будет сразу понятно. Выбивается часть стяжки, и находится, нужно будет получаться где-то по 5 см, по 50 мм с каждой стороны освободить трубу вместе там, где прошел разрыв. Она обрезается ровно, и идет соединительная муфта, коаксиальная, специальная, со специальным инструментом. Конечно, эта услуга не такая дешевая, но намного дешевле, нежели перестилать полностью в комнате весь теплый пол и заново заливать стяжку. Считаю ошибкой, когда делают водяной теплый пол и сразу не закладывают коммуникации. Как только вы делаете теплые водяные полы, вы решили их сделать, вам тоже нужно подумать о том, где будет находиться ванна, где будет находиться раковина, чтобы сразу заположить все трубы, и чтобы потом все было хорошо, красиво, залилось, и больше не нужно будет штробить стяжку, штробить стены, как-то пытаться эти трубы куда-то подвести или пустить их по наружке, то есть считаю, что на это стоит обратить внимание. Следующая ошибка заключается в неиспользовании вот такой вот демпферной ленты. Для чего она нужна? Понятно, что при нагреве стяжка расширяется, когда при охлаждении сужается, соответственно. когда она нагревается и расширяется, упирается в стены, эта демпферная лента как раз нужна для того, чтобы был необходимый зазор для стяжки, чтобы она могла расширяться, так как она достаточно мягкая, упругая. Стяжка расширяется сколько нужно, допустим, там парочку миллиметров в разные стороны и обратно приходит на свое место. Не использование такой демпферной ленты, а заливка ее, как я продолжаю видеть на некоторых объектах, просто прям вот притык к стене. Приводит к дальнейшему, стяжке некуда двигаться, она растрескивается, плитка отскакивает, такое уже не переделать. То есть, такой уже момент никак не исправить, только полностью путем переделывания стяжки и пола. Возможно, и труп теплого пола тоже. экономия вот на такой вот ерунде может привести к колоссальной катастрофе в целом в отопление особенно теплого пола. Как заметно на этом объекте, труба крепится специальной скобой. Специальная скоба-якорь, то есть, она входит в отличный утеплитель и там и остается. То есть, удерживая надежно эту трубу. В принципе, я не считаю, что использование сетки это какая-то ошибка, но это уже какой-то старый способ крепления трубы. И я считаю, что некачественное использование сетки, допустим, ее соединение, если представить, концы ее очень острые. И когда их соединяют, как правило, они торчат наверх, и потом по ним проходит труба. И если эта труба будет очень близко к такой сетке, то она может просто ее поцарапать, повредить и в дальнейшем привести к прорыву в этом месте. По деньгам получается, что использование вот таких вот якорей, оно даже экономически целесообразно. Если мое видео было вам интересно, поставьте большой палец вверху. Если еще остались какие-то вопросы, я не все осветил, задавайте в комментариях, я отвечу. Подписывайтесь на канал и до новых встреч в эфире. С вами был я, Сергей Пертягин. Пока!